День за днём Пью чай Липтон, ванилокарамель Которого вчера не было Вот И значит сейчас быстренько о том Что произошло днём Сегодня, ну днём сегодня Произошло Почти ничего На работе работал, дома отдыхал В принципе Всё, самое главное новое сегодняшнего дня То, что буду отвечать на вопросы Которые вы мне задаёте Сегодня я так постараюсь по максималке Ответить на большое количество вопросов Коротко, быстро, но Эффективно Итак, поехали Виталий Зуяков Пишет Привет Привет, Виталий Если ты встретишь Очень хорошую Подходящую тебе девушку И поймёшь Что у вас Могут быть серьёзные отношения Но она будет против видеоблогерства Это значит Она уже мне не подходит Понятно, да? Но она будет против видеоблогерства Что ты выберешь Её Или продолжать вести Видеодневник Ну, однозначно продолжать Видеодневник Если Как она может мне подходить Да, если она против моего увлечения Которым я занимаюсь уже Около двух лет Ну, как бы непонятно мне это Как-то Нет Нет В общем Девушку Гэть Видеодневник Вперёд Девушек много Чуть ли не каждый день С ними Встречался последние 4 дня С разными Ну, что-то они все какие-то Это такие Пропустим Идём дальше Так, ну я ответил, да? Что продолжать Видеодневник Идём далее Владислав Дробышев Игорь, здорово Привет, Владислав Если ты будешь покупать Транспорт себе То какой? Мотоцикл или автомобиль Ну, дело в том, что На мотоцикле я катался Всего лишь раз в жизни За рулём И то он был с люлькой И это было лет Ну, когда мне лет 15, наверное, было Лет 16, там сколько Ну, лет 12-13 назад Иду я там по степи гонял Всё, это был единственный раз в моей жизни Когда я ездил за рулём мотоцикла Как бы нет у меня такого, знаете К мотоциклу тяги Так что это будет в любом случае Автомобиль Автомобиль Мотоцикл Не моё Идём далее Артём Сазанов Игорь, привет Привет, Артём Слушай, ты носишь очки И мне интересно, какое у тебя зрение Буквально Недавно, Артём, у меня был влог Дневник За 2 августа Там я ходил в Московскую глазную клинику Проверять своё зрение Зрение у меня осталось такое же, как было полтора года назад Минус 4,5 Вот Далее Андрей Михалин Привет, Игорь Привет, Андрюха Как ты относишься к системе образования в России И что хотел бы пожелать Твоим хейтерам Видимо, своим хейтерам Мои же хейтеры, да, там это Так, система образования в России Когда я учился, она мне нравилась Как сейчас там всё это дело происходит ЕГЭ там какие-то, туда-сюда Я далёк от этой темы Никак не отношусь Учатся, учатся Нормально, короче Вот, и второй вопрос Что хотел бы пожелать своим хейтерам Ну, большой-большой привет Моим хейтерам Что могу ещё посылать Продолжайте Работать на меня Не бывает чёрного пиара, да Люди тебя либо знают, либо не знают Ну, вот так Идём далее Сергей Ерофеев Добрый день, Игорь Добрый вечер, Сергей Давно хотел у тебя спросить Один интересующий вопрос Почему все унитазы белые? Ну, не все они белые Я видел чёрные унитазы Так что вот так Второй вопрос от Сергея Ерофеева Как твоё окружение, друзья, коллеги, соседи, родные Относится к тому, что ты стал видеоблогером? Так, по порядку Друзья Ну, вы знаете, когда только начинал этим заниматься Все вот Как, я не знаю Тянули назад Да, ты не справишься Тебе не получится Ты не сможешь И всё в этом духе Но Сейчас уже все привыкли к этому Что я снимаю каждый день И уже нормально относятся Некоторые даже хотят поучаствовать Ну, вы сами там кто Мои Постоянные Зрители Знаете, да Что мои друзья потихонечку начинают принимать участие В моих же видосах Вот То есть друзья относятся, в принципе По большей своей части Позитивно к этому Коллеги Коллеги не знают ничего О моём увлечении Так что Как они относятся Они никак не относятся Ну и слава богу, что они не знают Соседи Соседи Это те же самые мои друзья Так что Они тоже Положительно к этому относятся Родные Родные тоже Относятся к этому положительно Всё Хорошо Так что Всё The best Третий вопрос Тут прям Что-то Серёга Короче Это Вопросами закидал Третий вопрос От Сергея Ерофеева Какой самый смешной И в то же время Глупый поступок Ты совершал Вот это Я не подготовился На этот вопрос ответить Если честно Самый смешной И в то же время Самый глупый Поступок Так Давай этот вопрос Оставим И я отвечу на него позже Я вспомню хотя бы Как-то я его пропустил Когда пересматривал вопросы Четвёртый вопрос Сергей Ерофеев Опять-таки Он Открой у себя В телефоне Раздел фотографий Покажи нам Шестнадцатую Фотографию Ух ты Что-то я вообще К вопросам не подготовился Ну-ка Фото Ой У меня тут всего Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Фотографий И то Пять из них В Оренбурге Где я позировал Я одна Я люблю Москву Из инстаграма Так что Особо показывать Это и нечего Ну вот Например Я в основном Записываю видосы Как-то С фото У нас Разошлись пути Мне сейчас больше нравится Эмоции Так Дальше Вопрос от Сергея Мой кот Не пускает меня В ванную Что делать Ногой его Пни Он тебя пустит Идем далее Семен Комарчев Привет Игорь Привет Семен У меня такой вопрос Как ты относишься К нашему президенту Ну По большей части Я поддерживаю Действия нашего президента ВВ Путина Ну и как бы Одобряю его политику Я в принципе доволен Идем дальше Станислав Лукьянец Игорь Привет Привет Станислав Я подписан На твой канал Уже больше года Ух ты Как это Спасибо Вот такой вот У меня к тебе вопрос Как ты относишься К известному бренду Самсунг И хотел бы ты Что нибудь Приобрести От Самсунг И какая техника От Самсунг У тебя есть Спасибо за ответ Ну как Я отношусь к ней положительно Молодцы ребята Все там Мутят Техника Телевизоры Там камеры Все остальное Из техники Что у меня есть Из Самсунга Наверное Ничего Нет У меня Так Хотел бы я Что нибудь Приобрести От Самсунга Да Нет В принципе Телефоны И всякие Планшеты Это Эппл Ну хотя Нет Можно было Конечно Телевизор Какому-нибудь Цепануть Или что нибудь Еще там Ну пока Это на повестке Дня не стоит Идем далее Виктор Шамарин Здравствуй Привет Как ты относишься К компьютерным играм? Положительно Отношусь Я когда был студентом Блин Сутки не играл В компьютерные игры Но видимо Как-то это дело Переросло Хотя В принципе Даже вот зимой Когда жил На Чертаново Я играл В Европу 3 Тоже бывало Сутками играл Ну как-то сейчас Нет Сейчас я не играю Вообще Не знаю Как-то мне это Неинтересно Видимо я уже Это дело Перерос Мне жалко Тратить время На игры Понимаете Вот как-то Не знаю Срослею Может Так И наверное Последний вопрос На сегодня А то уже Около 10 минут Да Видос Денис Фатькин Спрашивает Сколько у тебя денег Уходит в Москве На еду В сутки Сколько Тратишь на обед В офисе На еду Дома Итак Последние Последние 9 месяцев Да Даже наверное Сегодня август Сентябре Последние 10 месяцев Обедаю я Бесплатно У нас на работе Значит в банке Есть своя столовая Кормят нас там За счет фирмы Все шикарно Каждый день Разное меню Первое Второе Салатик Иногда даже Два салатика Компотик Хлеб Майонез Кетчуп Горчичка Чесночок Все что душе угодно Мясо обязательно Вот Когда я не работал На данной работе То есть я примерно Питался рублей на 100 На 150 Обед у меня был Да там То есть всякие столовки И все остальное Так Ну а То что дома Я же веду еще Бухгалтерию домашнюю Да Ну я любитель вести Всякие записи Ну и посмотрим Что у меня тут значит По затратам на еду Нынешнюю бухгалтерию Я веду с Ноября 2013 года Поехали Так Ноябрь 3000 На еду Декабрь 2700 Январь 3900 Почти 4 Февраль 2800 Март 5000 Апрель 3000 Май Ну май 7000 В мае потрачено Июнь 4500 Июль 1100 Как то мало Август Только начался Ну видимо в июле Связано с тем что Часть расходов На еду Я скорее всего записал В прочие расходы Так как они были связаны Наверное А с чем они были связаны Ну может там с гульками Каким то Я в общем не помню Если честно Ну как то у меня В июле мало Ну в общем Сделаем такой итог В среднем 34000 На еду У меня уходят В месяц Это при том что Я обедаю Бесплатно Когда я обедал За свой счет На других работах У меня примерно Ну в 2 раза больше Уходило То есть Рублей 100-150 Стабильно в сутки Ты тратишь дома Там закупаешься Там раз в неделю И все остальное Примерно 100-150 рублей Это у тебя обед выходил То есть примерно Около 6 тысяч В месяц Уходят на еду Ну чисто по мне Я Питаюсь Питаюсь Точнее Пытаюсь Питаться Ну как бы Более-менее Такими натуральными Продуктами Да Всякие там Колбасы Сыры Не покупаю Что-то там Еще не покупаю Ну хотя это знаете От настроения Зависит Бывает Купишь себе пельмени И всю неделю Пельмени ешь Каждый день По пачке Ну майонезы Там кетчуп Всякие Ну в общем Как-то не знаю У меня так экономно Получается Когда жил с подругой У нас там и по 16 тысяч Уходило Как-то не знаю Но она заведовала Покупками Так что Так уходило Я Более экономен В этом Деле Ограничиваю себя Да А сейчас Тем более худею Так у меня тем более Сейчас там сестра Приготовила плов Такой запах Говорит Будешь Я говорю Нет Время 10 часов Я хочу пресс Так что Никакого плова Тем более В 10 часов Сейчас попью чай Попитаюсь Святым духом И баенки Вот Ну на этом все Всем пока Всем удачи Всем спасибо за внимание Задавайте вопросы В группе ВКонтакте Будем на них Отвечать Дым Алия Дерч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok